Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить» главной темой сегодняшней рязанской жизни. Вот о чем пойдет разговор в сегодняшнем выпуске. Сперва оштрафовали, а теперь сажают. Бывший глава Пронского района, приговоренный к многомиллионному штрафу за взятку, получил и реальный срок. Куренье вред, а не курящих нет. Пока непонятно, как в России будет обеспечиваться исполнение второй части антитабачного закона. Секты, как они есть, в Рязани прошло заседание круглого стола по проблемам так называемого неоязычества. А теперь об этом и не только более подробно. Еще одного бывшего высокопоставленного рязанского чиновника суд определил на нары. Мы уже и подзабыли о некогда громком деле с арестом главы Пронского района Николая Максимушкина. Взяли его в январе 2008-го, прямо на горячем, когда начальник земли Пронской принимал мзду в размере 48 тысяч долларов. А за что могут поинтересоваться забывчивые зрители? А мы напомним, за вымогательство взятки у гендиректора одного из предприятий. Ты, дескать, мне вожделенные бумажки-канашки, а я тебе посодействую с землицей. А именно с участком в 10 гектаров. Получишь в долгосрочную аренду и, пожалуйста, владей. Судили, редили по взяточнику до августа 2012 года. Областной суд, наконец, назначил ему штраф в 65 миллионов рублей. Дали рассрочку на 5 лет и стали отслеживать поступления. Но, конечно, брать и отдавать вещи настолько разные, что даже такие многомудрые люди, как чиновные начальники, не могут достичь в этом деле равновесия. Вместо положенных миллионов взяточник выплатил едва больше 125 тысяч. Вмешались в судебные приставы и обратились в этой связи в судебные органы. Рязанский областной суд был суров и справедлив, а посему вынес постановление о замене наказания бывшему главе Пронского района Николаю Максимушкину. 30 мая 2014 года Рязанский областной суд, заслушав участников процесса, постановил осужденному Максимушкину неисполненное наказание пяти штрафа в размере 65 миллионов рублей, назначенное приговором Рязанского областного суда от 10 августа 2012 года, заменить лишением свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вчера новый чувствительный удар получили российские курильщики. Отныне законом запрещено смолить в барах и ресторанах, на перронах и в поездах дальнего следования, не закуривши теперь на корабле, в гостинице и общежитии. Дело-то оно, конечно, хорошее, только вот кто следить будет за исполнением этого закона, пока вразумительного ответа на этот вопрос никто дать не может. По логике гонять и штрафовать куряк должны полицейские, однако пока трудно представить, как это будет выглядеть. Вот закурил, скажем, человек на остановке, бдительные граждане выговорили ему, а он этих граждан, извините, послал. Дальше либо скандалы драка, либо молчаливые фу народа и дальнейшее раскуривание победившего закон нарушителя. Везде полицейского не поставишь, это понятно, звонить участковому, здесь вот несознательный гражданин в общественном месте курит, глупо. Скорее всего участковый вас тоже пошлет подальше, но корректно и в соответствии с действующим законодательством. И будет прав, потому что не так что много у нас этих самых участковых, а вот дел у них не в проворот. И даже если приедет патруль по вызову, то как действовать, как доказать, что нахальный гражданин курил? Дыхни говорить, это не доказательство. Как тут не вспомнить классика, меня мама в детстве дверью прищемила, и с тех пор от меня водкою пахнет. Что касается штрафов, то они таковы. Пойманные на месте преступления гражданин заплатят штраф от 500 до 1500 рублей, продавец, отпустивший табачок подросткам, попадет на 8, а то и 10 тысяч, и так далее, и так далее. Но пока механизм реализации закона понятен не до конца. Вновь, похоже, законодворцы сами над собой посмеялись. В пятницу на заседании круглого стола в Доме общественных организаций в Рязани клеймили так называемое неоязычество. Тема встречи так и звучала, неоязычество псевдорелигии современности. Да и впрямь у нас хватает и других проблем, а тут какие-то мутные персонажи в душу лезут. А ведь именно через нее, родимую, лежит прямой путь к тривиальному, но дорогому каждому из нас карману. Вот и лезут туда прямой-то дорогой. На встрече была Наталья Новикова. В работе круглого стола приняли участие представители центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, правоохранительных органов Русской православной церкви, Исламской и Иудейской веры, ученые, богословы и философы, представители духовных учебных заведений, учреждений высшего профессионального образования Рязанской области, общественных организаций. В последнее время вопросы неоязычества сект обсуждались неоднократно. Этот вопрос остается очень важным и нужно эту тему поднимать, чтобы граждане нашей страны не попадали в неприятные, а то и вовсе опасные ситуации. А происходит такое не так уж и редко. Заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Рязанской области Евгений Исаев сообщил безутешные факты, связанные с деятельностью сект на территории нашего региона. Так, в Чучковском районе уже шел процесс над проповедниками неоязычества. А в феврале 2013 года в районе поселка Шлаковый в Рязани была осквернена мусульманская молельная комната. В крупных населенных пунктах активно работает организация сознания Кришны, а в Спасском районе действует секта родноверов. Главной чертой современного неоязычества является ненависть к крестьянству, которой лидеры культа обвиняют в уничтожении величия русского народа. А своей вере, наоборот, исключительно приписывают гуманность, благородство, чистоту и умение пребывать в гармонии с природой. Ну, теперь о городских делах совершенно другого толка. В столице области в эти дни отмечали День защиты детей. Вчера даже спиртное не продавали, что правильно. В преддверии праздника прошла встреча в детской областной больнице. О ней рассказывает Глеб Галушкин. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Праздник проходил на площадке перед главным входом в областную детскую клиническую больницу имени Дмитриевой. Здесь расположилось несколько игровых площадок для маленьких пациентов. С ребятами занимались не только врачи и медработники, но добавляли общего веселья и студенты из африканских стран. Главный врач Татьяна Панфилова перед коллективом больницы сообщила о проведении благотворительной акции «Подари ребенку красоту». В Рязани продолжается благоустройство парков и скверов. На днях мы изучали ситуацию с перестройкой так называемого страшного парка в железнодорожном округе, который из дремучего борелома должен преобразиться в уютный детский лесок. Сегодня наши авторы проясняли судьбу парка Гагарина в Московском округе. Здесь в свое время было сломано немало копий. Активисты выставляли пикеты против запустения парка с дальнейшим переводом его в зону застройки. Много, в общем, было. А сегодня в парке открыли новую детскую площадку и объявили о начале работ по его возрождению. Солнечный день, веселая музыка и задорный детский смех – не это ли настоящее счастье? В Гагаринском парке сегодня была именно такая атмосфера. И не только хорошая погода стала причиной детского веселья, но и открытие новой разноцветной многофункциональной башенки, построенной специально для малышей, жителей Приокского района. Организаторами возведения развлекательной площадки выступили представители городской власти, компания-предпринимателей из Приокского поселка «Возрождение плюс» и торгово-развлекательный центр «М5мол». На самом деле это только начало нашей большой работы, которую мы начали в этом году. Я думаю, в течение года вы еще увидите другие наши совместные проекты, которые тоже порадуют не только жителей Приокского района, так же и рязанцев в других районах. И нам это надо для чего? Во-первых, это не секрет, это наша целевая аудитория. Это те люди, которые приезжают к нам, их родители, дети. Во-вторых, я считаю, что любой бизнес должен быть социально ответственный в зоне своего охвата перед тем населением, которое нам приносит прибыль, которое к нам приезжает. И часть этой прибыли мы тратим именно на то, чтобы детям, в первую очередь, нашему новому поколению, было весело, чтобы они играли. Важно отметить и то, что парк Гагарина, который в свое время был запущен и заброшен всеми, кроме жителей района, отныне планируется восстановить, облагородить, в общем, дать зеленому участку вторую жизнь. У нас, как обычно бывает, когда начинается делать какое-то хорошее дело, обычно закладывают какой-то символический камень. А мы, решив заняться вплотную возрождением нашего любимого парка, в котором у меня тоже прошло детство, парка имени Гагарина, решили не камень заложить, а поставить вот эту вот башню. По парку разработана концепция развития, есть определенные планы в развитии инфраструктуры, в первую очередь, игровой инфраструктуры для различных социальных групп и для различных возрастных групп. Работы еще, конечно, хоть отбавляй, но первые шаги в восстановлении парка уже сделаны. Как обещают, в этом году в парке появятся беседки для шахматистов Преокского поселка и новые лавочки, удобные и красивые. Да и детская площадка будет расширяться и пополняться все новыми развлекательными элементами, чтобы дни были солнечными, музыка веселой, а малышня радовалась и смеялась. Новые детские площадки в эти выходные появились и во дворах Преокского поселка. На открытии были замечены те же лица, что и в парке Гагарина. В преддверии Дня защиты детей торговый центр М5 МОЛ и депутат Рязанской городской думы Евгений Зызин подарили жителям Московского района на Рязани три детские игровые площадки. Игровые комплексы стилизованы под домики и оборудованы горками, качелями и подзорной трубой. Во дворах прошли праздники для детей и родителей, живущих в ближайших домах. Как вам праздник? Круто! Весело! А площадка сама? Тоже хорошая очень! Нравится! Нам очень нравится все! Очень приятно, что нам устроили такой праздник, нам и детям. Мне очень понравилось! Очень заводит всех детей, очень весело! Ну и последнее. На сегодня в России продолжаются выпускные экзамены. Сегодня в рамках ЕГЭ школьная молодежь сдавала иностранную физику, а в четверг, 29 мая, в России были обязательные испытания по русскому языку. Глава Рособорнадзора Сергей Кравцов, чья фамилия об эту пору мелькает в прессе почаще премьерской, сообщил, что в результате ЕГЭ по русскому были аннулированы 344 работы. В масштабе всей Руси Великой немного. 172 выпускника прокололись на мобильных, остальные на шпаргалках. Также Кравцов сообщил, что половину всех нарушителей выявили общественные наблюдатели, а другую половину – онлайн-наблюдатели. Так что, как в песне, не спрятаться, не скрыться. Школьники, чьи результаты были аннулированы, смогут пересдать ЕГЭ не ранее 15-го года. Также обранадзоровское начальство отметило, что утечек контрольно-измерительных материалов в интернет в этом году не было. А если кто увидит, не верьте, призывают руководители ведомства. Нету там настоящих правильных ответов. Один обман и мошенничество. О том, как сдали русский язык рязанские, выпускники пока не сообщается. Веселый праздник, посвященный Международному дню защиты детей, проходил на днях на территории базы отдыха «Фазонда», которая располагается в селе Поляны Рязанского района. Для ребят здесь организовали несколько игровых и творческих площадок. Дети прыгали на батуте, катались на карусели, рисовали. Разумеется, не обошлось без игр на природе. Завершает нашу программу сюжет об этом на правах рекламы. А сразу после нас в эфире программа «Подробности». Гость студии, областной министр промышленности, инновационных и информационных технологий Михаил Пронин. Так что впереди у нас репортаж о детском празднике. И министр, до встречи в эфире. Веселый праздник, посвященный Международному дню защиты детей, проходил на территории базы отдыха «Фазонда», которая располагается в селе Поляны Рязанского района. Для пришедших ребятишек организовали несколько игровых и творческих площадок. Малыши прыгали на батуте, катались на карусели, рисовали. И, разумеется, не обошлось без игр на природе. Надо сказать, что на базе отдыха «Фазонда» работает загородный клуб «Садик детства» для детей от 2 до 7 лет. Примечательно, что именно сейчас он отметил свой первый день рождения. И на нынешнем празднике вручили родителям медали за преданность. На базе нашего комплекса есть детский сад. Загородный клуб «Садик детства». Это садик полного дня, где дети находятся с 8 утра до 19 вечера. Детьми работают педагоги, проводят для них творческие развивающие занятия. Комплексное питание, дневной сон. Самое главное – максимум пребывания на свежем воздухе. У детей есть свой огород, за которым они ухаживают. С удовольствием сажают как ягоды, ухаживают как за ягодами, так и высаживают и другие плоды, это овощи. С 15 июня на базе отдыха «Фазонда» открывается детский летний лагерь отдыха. С 15 июня загородный клуб «Садик детства» ждет ваших детей в детском оздоровительном лагере. Всего лишь 15 человек мы можем принять на нашей базе. Это дети от 4 до 9 лет. Где, еще раз повторюсь, свежий воздух – это в максимальном количестве и утром, и вечером. Занятия оздоровительной физкультурой, детским творчеством. Плюс присмотр и уход, и организованный, безопасный летний отдых ваших детей. Отдыхающим на базе отдыха «Фазонда» детям наверняка понравится и мини-зоопарк, в котором содержатся лоси, кабаны, волки, фазаны и даже павлины. Также на базе отдыха «Фазонда» работает конно-спортивный клуб «Торнадо», где ребята и взрослые могут не просто покататься на лошадях, но и получить уроки верховой езды от опытных наставников. А также ваш ребенок может пройти курсы и по терапии, то есть лечению с помощью лошадей. Надо сказать, что база отдыха «Фазонда» в Полянах располагается на территории более 17 гектаров в экологически чистом месте посреди хвойного леса. Здесь размещается несколько гостевых домов, причем в каждом коттедже есть все для комфорта отдыхающих – кухня, душ, телевизор. На площадке перед коттеджами оборудованы места для проведения пикников, а неподалеку находится мини-кафе «Изба», в котором профессиональные повара готовят блюда русской, украинской и европейской кухни. В общем, на базе отдыха «Фазонда» есть все, чтобы с комфортом провести выходные или отпраздновать в теплой компании семейный праздник. Субтитры создавал DimaTorzok